Обсуждая порты, мы уже говорили о том, что один порт может использоваться только одной программой. Если программа обращается к занятому порту, то пользователь, скорее всего, не сможет присоединиться к вашему сайту, а присоединиться, например, к чему-то другому, к админке вашего роутера, например. Главное помнить, что браузер не всемогущ и не может знать, какие порты занимают у вас какая программа. Значит, ему нужно это объяснить прямо в адресной строке. Для этого нужно указать полный путь к файлу, после чего поставить двоеточие и номер порта, к которому происходит присоединение. Например, путь к нашему файлу будет выглядеть следующим образом. teachvideo.dndns.tv slash file 2.8089 teachvideo.dndns.tv здесь имя нашего сервера, файл имя файла, а 8089 номер порта, на котором висит наш файл сервер. При установке Denver вы могли обратить внимание на предупреждение, что если на вашем компьютере установлен Skype, а вы планируете использовать его одновременно с веб-сервером, то необходимо настроить Skype так, чтобы он не занимал 80 и 443 порты. Делается это достаточно легко. Нужно всего лишь снять соответствующий чекбокс в меню настройки, дополнительно, соединение. Но можно пойти другим путем и переназначить порты для веб-файл сервера, но при этом не забудьте указать их новые значения в настройке роутера.